Слабый разум это когда я не умею переваривать свою жизнь, не могу переваривать события в моей жизни, это называется слабый разум. Что делать? Укреплять разум. Потому что ум он обожает жаловаться. Вот у меня то не так, это не так. Это платформа ума. И вы знаете, я понимаю, когда вот такой ребенок жалуется, но взрослому человеку нужно учиться переваривать свою жизнь, понимать, что все, что входит в мою жизнь, это то, что я должен принять. Это мой крест. Знаете, по этому поводу есть интересная притча, как один человек говорит, почему у меня такие испытания? Он говорит, крест твой, это твоя судьба. Так можно мне, почему? Вот у другого другая судьба. Он говорит, пойдем я тебе покажу, говорит, все ангелы, все разные кресты. И он заходит, там такой огромный, значит, такой склад, и столько там крестов. И он думает, господи, вот это да, вот это здорово. И ему говорят, что ты можешь выбрать любой крест, любую судьбу. И он сразу подходит прямиком, такой крест огромный, золотой. И он говорит, вот это мой крест. А ангел говорит, да, но каждому кресту своя судьба, говорит, это вообще крест царя, ты должен будешь отвечать за всех своих подданных, за всех. И он начал перечислять обязанности царя, и человек сказал, не-не-не-не, стоп, это что-то чересчур. И он, значит, потом подходит, смотрит другой такой крест, поменьше, уже крест такой, значит, серебряный такой крест. Он говорит, о, вот инкрустированный такими камнями. Он говорит, вот это мой крест, я чувствую, это мой крест. А, это крест просветителя. Тебе нужно будет ездить абсолютно всех людей просвещать. Ты должен будешь проникать в их жизнь. Ты должен будешь брать за них ответственность. И ты должен будешь им передавать знания, находить тот язык, который был бы понятен каждому человеку. И вот это твоя судьба будет. Он говорит, не-не-не-не, простите. И это не мой крест. И он начал перебирать все кресты, и с каждым крестом ему говорили, вот такая-то судьба будет, вот такая-то судьба. Он говорит, елки зеленые. И потом нашел такой маленький деревянный крест, и говорит, что-то мне кажется вот это вот. Да, это, говорит, и впрямь твой. Иди, говорит, и не жалуйся. И вот так я рассказывала эту историю, как я встану, потому что мне вас плохо видно, и я не могу так. Я визуалка. Многие знают уже эту мою историю, когда я читала Библию, и поняла, что я вот, как Авраам, не могу отдать своего сына. Думаю, боже, вообще, я, кажется, я не верующая вообще. Пошла к батюшке каяться. Батюшка говорю, я вот каюсь, я грешная, я не верующая. Батюшка говорит, а что ж такое, что это ты вдруг такое мне говоришь? Почему ты так говоришь о себе? Я говорю, знаете, вот я говорю, вот читаю, Авраам отдал своего сына, а я бы, вот, например, не смогла отдать своего сына. Он говорит, так у тебя ж никто не просит. Я так обалдела, как будто ответ думаю, да, странный. Я говорю, да, но он не просит. Ну вот на месте Авраама, он говорит, дочь моя, расслабься, ты не на месте Авраама. И вот это вот мне на всю жизнь вошел ответ от батюшки. И каждый раз, я когда себя начинаю, мой ум начинает что-то накручивать, я говорю, куда ты на место Авраама вообще, расслабься. Все, что к тебе в жизнь входит, это вот ровно отмеренное вообще, вот просто, небесная канцелярия математически точна. Математически точна. И к каждому приходит просто математически выверенное испытание.